Дамы и господа, здравствуйте! В Молдове в общем говорят на более 8 языках, но все ли в нашей стране владеют государственным? Об этом наши сегодняшние дебаты. Для начала я предлагаю вашему вниманию медиапродукт, реализованный нашими коллегами Зиаролдегарды, который и задает тон нашим обсуждениям. Украинский треба, чтобы был. Гагаузский не все. Русский надо говорить. Это ваш народ не знает другого языка. А украинцев в Молдове больше, украинцев много тут. Украинцев больше, а гагаузы дольше. Наши гагаузы пришли в Молдову еще когда Штефан Чалмар был. Да посмотри на нее. Ваши голубцы это сормали. Это наша еда. Что положишь на язык на том и говорить. Посмотри на нее, заговорила. Гагаузский, надо уважать язык. Мой сын работает в Европе. Там он говорит со мной на русском языке. А если в Европе говорят по-русски, то в Молдове нужно молчать. А ну, дивись на нее. Может еще танками заставить у нас говорить? А ну, а что на самом деле там? Точно. Тихо-тихо-тихо. Доигрались. Эй, что это не танки, это Манни, наш освежь. Мои зор, мадам. Суга? Это очень круто! У нас такой же кастер, мания! Не, это было на протестании. Что за песня? Тут нам у нас языковые протесты. Молчи, тут хорошие дети. Но говори нормально, я тебе не понимаю. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Мы вернулись в студию. Я хочу поприветствовать моих гостей. Это социолог Андрей Думбровяну и представитель молодежной платформы Межеднической Солидарности Ион Бомбуляк. Здравствуйте, добро пожаловать в нашу студию. Добрый день, добрый вечер. Господин Думбровяну, на ваш взгляд, действительно ли существуют проблемы со знанием государственного языка меньшинствами в Молдове? И является ли это вообще проблемой по-вашему? Конечно, не проблема. Я хочу сказать, что это хороший музыкальный клип рэп-музыки, который мы только что сейчас посмотрели. Он, как обычно, отвечает на ваш вопрос. Единственное, что в этом клипе, там есть редактор, я не заметил, там есть одна фраза, которая недопустима. В таких клипах я их найду. Ее надо отредактировать. Гагаузы здесь не со времен Штефана Великого. Они с 1818 года, они дунайские переселенцы. После того, как прошла Олексия Бессарабии, это часть Молдавии, ровно половина Молдавского княжества была присоединена к Российской империи, русские готовились к войне с турками, и они переселяли гагаузов, которые находились в регион Варна, на болгарской территории. И одно с ними, и болгар. Поэтому они никак не были в времен Стефанова Великого в Бессарабии, и не можем мы говорить об этом. Это недопустимо, потому что вводят какие-то, да, может быть, это сделано с точки зрения сарказма, потому что весь клип, это сарказм, это клип как-то высмеивает каких-то прослоек, которые до сих пор не понимают, где они находятся. Потом приходят вот эти внуки или правнуки, и говорят не окей, а говорят именно, как надо сказать, эти девтони. Поэтому я думаю, что клип хороший, а вот эта неточность снижает его качество. Господин Бамбуля, какой ваш родной язык? Говорите ли вы на государственном? Наверное, украинский, в равной степени общаюсь на румынском и русском, поэтому не вижу в этом проблемы. Почему вам было необходимо изучать государственный язык? Не знаю, насколько я его изучал, как бы это было, я вырос в пилингвистическом пространстве, да, и поэтому как бы изучение, оно необходимо, оно было, но это определяет твое будущее в какой-то мере, и в зависимости от того, где ты себя видишь и где ты себя хочешь реализовывать, то ты и учишь, там ты и развеешься. Среди ваших коллег в платформе международной солидарности есть ли представители меньшинств, которые не владеют государственным языком, и какие барьеры создает им это, если создает в профессиональной и повседневной жизни? Ну, большинство из молодежи и наших коллег по платформе владеют в какой-то, в той или иной степени, но у нас есть и такие молодые люди, которые не владеют совершенством или еще пока совсем не владеют. Как они себя чувствуют? Мешает ли им это в какой-то степени? В какой-то степени, наверное, им может это помешать потом в карьере, если они решат для себя идти, например, на госслужбу или куда-то еще. Сейчас, исходя из того, что многие из них обучение проходит либо на родном языке, либо на русском, это не является проблемой для них. И у каждого человека появляется какой-то фактор в жизни, который мотивирует его учить что-то дальше. Наверное, это будет. И это в какой-то мере необходимость тоже. Господин Домбровян, как вы думаете, владение государственным языком – обязательство или все-таки право? Вы знаете, это необходимость. Это необходимость. Я долго по своим обязанностям или по своим служебным случаям путешествую. И вот однажды я возвращался на поезде, поезд, который ездил в Бухарест-Кишинев. И в одном купе я встретил молодого человека. Это было зимой, с лыжами, с рюкзаком. Я говорю, откуда вы? А он русский, он русский из Рязани, электронщик, открыл свой бизнес в Кишиневе. И он возвращался из предела, с лыжню, со всеми вот этими самыми. И вдруг он мне как-то раскрылся и искренне говорил, что вот я сколько вот здесь живу, и никак не смог учить румынский язык, а он мне приходился и в своей бизнесе. Я вот возвращаюсь, я ищу эту среду, я вернусь в Бухаресте, потому что в Кишиневе мне трудно как-то. А в Бухаресте я научу румынский язык так, чтобы я смог не только общаться, но и смог вести свой бизнес. Вот в чем заключается вот это знание языка. Потому что знание языка, это означает обогащение человека. Духовное обогащение и не только духовное обогащение. Это культурное многообразие, это культурная среда, которую человек впитывает. И в конечном методе он не сможет быть использован в каких-то политических целях, манипулирован и так далее, и так далее, чтобы потом он очнулся. Но это было бы поздно после этого, что я вот очень сожалею. Чтобы он не сожалел, надо, чтобы он был, понимаете, что ему мешает. Я вот эту среду никак не понимаю. У нас в селе были очень много украинок, которые вышли замужем. Это были русских, возвращались русских девушек, которые возвращались с армии. И не стоял вопрос, понимаете, учить и не учить. Они после этого так хорошо говорили на румынском, что иногда лучше, чем даже местные. И все. Это искусственная проблема. Если мы хотим отвлечь от миллиарда, которого украли, от других социальных проблем, понимаете, да бросай междуэтнические вот эти проблемы, бросай меньшинство, большинство и так далее, и так далее, раздели и властвуй. А о чем разделить? Лучше вот как эти бабушки, понимаете, одна кричит одно, другое и другой. Интересный клип. Господин Бомбуляк, несет ли государство ответственность в этом плане? Так, государство несет непосредственную ответственность, потому что есть и местные законы, наши национальные законы, которые обязывают государство обеспечивать многоязычие, так скажем. Есть и международные акты, которые... Поэтому мы еще вернемся, какие обеспечиваются инструменты, или какие должны быть инструменты, и что у нас есть сегодня для изучения языка меньшинства? Ну, в первую очередь, наверное, нужно говорить о том, что нужна государственная программа, которая существует уже много лет, но ее нужно улучшать, нужно работать над этим, чтобы государство дало возможность изучать язык тем молодым людям, которые желают это сделать, чтобы это для них было в открытом доступе, свободно, и об этом говорилось или распространялась информация, например, по регионам. Это необходимо в первую очередь молодым людям, наверное, которые связывают свое будущее с этой страной, которые хотят, например, стать частью госслужбы, становиться государственными служащими. И тут, наверное, многоязычие — это уже необходимость. Ну и люди, которые просто заинтересованы в этом и до сих пор не постигли государственный язык. Поэтому меры... Были у нас курсы, насколько я понимаю, Антема, была государственная программа, которая продлевалась, но сейчас какой-то национальной кампании или каких-то выраженных позитивных мер со стороны государства не наблюдается пока что. Надеемся, будет улучшаться, и на этот аспект обратят внимание больше. Потому что не хочу называть проблему, я здесь согласен, это зачастую выбрасывается искусственно. Как раз по поводу обращения внимания, в 2016 году в рамках универсального периодического обзора Республика Молдова получила ряд рекомендаций на тему языковой проблемы. Среди них в тексте доклада рабочей группы по EPR значатся следующие. Обеспечить надлежащее выполнение законодательства по продвижению и защите прав, в том числе языковых прав, прав лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам. Также гарантировать людям, принадлежащим к меньшинствам, их право пользоваться своим языком и придерживаться своей религии. И еще выполнить рекомендации специального докладчика по вопросам меньшинств для продвижения языковых прав меньшинств и принять необходимые меры для обеспечения качественного образования как на родном, так и на государственном языке. Республика Молдова приняла и согласилась с этими рекомендациями. Но на каком этапе находится их внедрение и осуществление? Мы будем отчитываться в промежуточном отчете, то есть государство Республики Молдова будет отчитываться в Женеве по этому механизму. Насколько я вижу, в последнее время государство пытается уменьшить свои обязательства по этому поводу, что является недопустимым с точки зрения международного права. У нас существовал закон о функционировании языков на территории Республики Молдова, который признан недавним решением конституционного суда как устаревшим. Да, он звучит как кадук. То есть, но у нас остались и конституционные синтагмы, конституционные статьи, которые защищают, так скажем, многоязычие, и ряд других законов, которые есть у нас. Например, это закон номер 382 от 19.07.2001 о правах лиц, принадлежащих национальным меньшинствам и правовом статусе их организаций, где в статье номер 5 этого закона указано, что государство должно обеспечивать все условия для равного и недискриминационного отношения, что касается религии, что касается языка, что касается этнической идентичности, потому что эти все три элемента являются частью идентичности человека. Поэтому эти рекомендации по универсальному периодическому обзору, по EPR, являются дополнением того, что уже существует у нас, являются результатом международных актов, например, пакт по политическим правам, где тоже указана необходимость обеспечения прав меньшинства. Поэтому посмотрим, какие государства выдвинут меры за эти несколько лет, что они приняли по этому поводу. Действительно, там есть рекомендации спецзакладчика ООН по правам меньшинства Риты и Жак, которые приезжали в Республику Молдова. Также есть и другие правовые органы ООН, которые высказались по этому поводу. То есть с точки зрения законодательства у нас государство несет на себе какие-то позитивные обязанности, которые выполняются в той или иной степени. Со временем? Да. Так сложилось, что русский язык – язык межэтнического общения в Молдове, несмотря на то, что закон был признан устаревшим. Почему и как мы к этому пришли? Остатки советского прошлого или современная необходимость? Вы знаете, я хочу более-менее говорить о сегодняшнем нечемом историческом прошлом. Мы говорим историческое прошлое, это уже 30 лет. И мы топчемся на месте уже целое поколение. Хорошо в этом клипе показано, в этом клипе показано вот этот маленький ребенок, который уже представитель нового поколения. Потому что, если посмотреть к этому закону, европейскому закону, права меньшинств у нас не ущемлялись и в период советской, в периоде они могли, и никто им не запрещал, и тем более после 90-го года. Но как-то получилось, что они не хотели вот этого, воспользоваться этим правом. Я вам скажу о ГГУЗах. Я был года два или три назад в Славянском университете в Азербайджане. И вдруг ректор университета говорит мне, ректор Славянского Азербайджанского университета, мне говорит, что вот ученики, приехали студенты, они дали количество стипендий студентов из Камрата, из вот этого ГГУЗыри. Дали стипендии, и эти пришли учиться в Азербайджане. Азербайджанский язык, это очень схож, как и турецкий, с ГГУЗским языком. Они пришли, учились ровно две-три недели, месяц почти ушли, потому что они в Славянском университете не могли учиться в Азербайджане, потому что там очень много предметов были на азербайджанском языке. И им предоставляли профессора дополнительно, давайте, они этого не хотели, и уехали из Азербайджана. Так они уехали из Турции, где им представляют места. Поэтому они сами определились говорить на русском языке, и не на своих, на родных, на своем родном диалекте турецкого языка. Поэтому мы об этом должны говорить как-то. Почему народ так этого хочет? Потому что их никто не обязывает сейчас в ГГУЗе говорить на русском языке. Как не обязывает говорить на других языках, кроме государственного, для того, чтобы он смог документы, если он хочет быть на каких-то судебных, других административных постах, он должен обязательно владеть государственный язык, потому что это официальный язык. Мы будем так говорить, официальный язык он должен владеть. А официальный язык в республике Молдова – это румынский язык. А как обстоят дела с изучением румынского языка в той же самой ГГУЗере? Вы этого мне не спросите, потому что он стоит точно так, им представляет возможность, как учить и гагаузский язык. Как учить и гагаузский язык. Потому что я был в поколении. Зря эта бабушка выступает на русском языке, потому что таких бабушек в ГГУЗе, это искусственно, она вышла здесь, потому что таких бабушек в основном, которых где-то 70-80, они учились на румынском языке. Я знал в 89-м году, да, я был в одной экспедиции, на юге Бессарабии, в Измаинском районе. Мы пошли как-то в одном селе ГГУЗского села. Я случайно там провел этнографическую экспедицию, я вошел туда исследовать ковры, исследовать это рядом с одного монастыря. Я знал, что где-то монастырь. И вдруг в селе говорят мне, почти тайно ГГУЗе, вы знаете, министр финансов Турции, это из нашего села в 80-м году. Я говорю, как это так? В 30-е годы было соглашение между Румынией и Турцией подбирать самых выдающих детей, которые владеют в ГГУЗской среде. И они были в этом ГГУЗском среде, его подбирали. Он из беднейшей семьи. Он учился там в лицее, после 40-го года он остался в Турции, и после этого ему создали такой рост, расти, пройти из одной прослойки в другое общество, в елиту ГГУЗ Турецкого народа. Понимаете? А никто не мешал этому. Никто этому не мешал. Они гордились. А потом что стало? А стало то, что ставили ГГУЗ против Болгар, Болгар против ГГУЗ, там все вот это. После 40-е годы, после вот этих самых, кто депортировал? ГГУЗов депортировал болгары, а болгар депортировал ГГУЗы. А потом были ВЧК за ними. И они до сих пор, там болгары, как-то так смотрят косо на ГГУЗов, а ГГУЗы так смотрят косо на Болгар. Поэтому, понимаете, кому-то было выгодно, и выгодно до сих пор бросить раздор между меньшинств, чтобы это легче потом ставить большинством какие-то фитилии и мины замедленного действия. И все же то, что проблема нехватки квалифицированных кадров, особенно в регионах, в местах компактного проживания национальных меньшинств, говоря о преподавании на государственном языке, отражается в различных отчетах международных организаций. Все правильно. Если я не ошибаюсь. Все правильно. Вы думаете, что в Молдове, вот смотрите, что творится в молдавских селах. Половина не хватает учителей, половина пустует школы. Вы думаете, это общая беда, и нам надо объединяться всем против этой бедой. И не разделить по языкам и по национальным признакам, а объединяться и демократически решать проблемы. Демократическим путем. Поэтому... Разумеется, демократия всегда во главе угла. Единственное, что в местах компактного проживания национальных, этнических, лингвистических меньшинств, единственная возможность выучить государственный язык это школа, так как выходя из школы, люди, дети, община разговаривают на своем родном языке в лучшем случае. На тему статуса русского языка вследствие недавних законодательных изменений мы с коллегами подготовили репортаж, который я предлагаю сейчас вашему вниманию. Одной из насущных тем оказалось доступ русскоязычной части населения Республики Молдова к информации, предоставляемой как СМИ, так и государственными органами. Если говорить о доступе к информации, проблема эта существует не только для русскоязычных, но в первую очередь это русский язык. Речь идет об информации общественного интереса, которая касается всего нашего общества и которая в основном размещается на сайтах государственных структур учреждений. При этом есть структуры, в которых все дублировано, прекрасно, например, когда-то был регистр, сейчас это агентство публичных услуг, где вся информация прекрасно продублирована, и ты знаешь, где и как, что надо сделать, чтобы получить паспорт, свидетельство о рождении и так далее и тому подобное. Есть институции, в которых русской версии сайта просто нет. На русском языке, к сожалению, не все средства массовой информации освещают в том, ключи, которые необходимы для русскоязычного населения республики Молдова. Еще одна большая проблема, которой наша платформа встретилась, то, что, исходя из того, что государственным языком не все владеют, а русский язык является языком межэтнического общения, то сайты наших государственных учреждений, они далеко не все переведены на русский язык. Нам приходится прилагать, возможно, двое больше усилий для того, чтобы проанализировать информацию, чем это требуется для наших румыноязычных коллег. 80% официальной информации в интернете только на румынском языке. Это значит, что проблема информационного доступа, она касается не только нас, журналистов, но и обычных горожан, которые, возможно, хотят получить больше информации об услугах того же Министерства здравоохранения. Но из-за незнания языка, возможно, они эту информацию получат с трудом. Много-много сайтов публичных организаций, они либо недоступны на некоторых языках, либо даже если есть какая-то версия русскоязычная, я уже не говорю про ГГУ заязычные версии, то там крайне мало информации, это устаревшая информация, она часто статичная, то есть малополезная для тех, кто ищет какую-то информацию. И эта проблема была отражена, к сожалению, мы наблюдаем определенную противодействие, я бы даже сказал, со стороны некоторых органов. В 2017 году Совет по недискриминации признал, что Министерство юстиции допустило дискриминацию по языковому признаку и рекомендовал ведомству создать версию сайта на русском языке. После того, как журналист обратился с жалобой на отсутствие информации на русском языке на сайте ведомства, что, по мнению заявителя, ограничивает доступ к ней русскоязычного населения Молдовы. Минюста протестовывает до сих пор решение Совета в вышестоящих инстанциях. Однако оно все же вступило в силу, так как апелляционная палата высказалась в пользу Совета по недискриминации. Несмотря на решение Совета по равенству в отношении Министерства юстиции, Министерство пока меняет свой сайт, то есть делает его доступным на русском языке не так быстро, как этого хотелось бы. Некоторые другие учреждения вообще ставят вопрос о том, зачем им нужен сайт, им нужен сайт на русском либо других языках. То есть, такого понимания глубокого проблематики со стороны органов мы пока не наблюдаем. Это касается всех госорганов. Вопрос в том, что жалобы нам подали против Министерства юстиции и мы вынесли решение по поводу Министерства юстиции. Но соблюдать эти правила должны все госорганы. 1 сентября 1989 года был принят закон о функционировании языков на территории нашей страны. Также в статье 13 Конституции «Государственный язык и функционирование других языков», в частности, во втором параграфе, говорится следующее. «Государство признает и охраняет право на сохранение, развитие и функционирование русского языка и других языков, используемых на территории страны». Молдова уже получала немало рекомендаций, в том числе от спецзакладчиц ООН в правом меньшинстве и от комитетов ООН по разводной дискриминации, где они уже говорили о Молдове, давали рекомендации о том, чтобы данные переводы были учтены. Но, к сожалению, Молдова еще не делает. И одним из результатов данного форума это то, чтобы государство понимало, что необходимо делать акцент на этом и давать слово меньшинствам, в том числе и на их доступном для них языке. Механизм защиты своего права это либо обращение в суд, либо обращение в совет, либо обращение в вышестоящую инстанцию. Если у вас там, например, какой-то, скажем, территориальный офис, какой-то государственной структуры этого не делает, вы можете написать в центральный офис. То есть вот это способы решения этого вопроса. 4 июня текущего года Конституционный суд признал закон 1989 года о функционировании языков в Молдавской ССР, который предоставлял русскому статус языка межнационального общения, устаревшим и непригодным к применению, так как Молдова больше не является частью СССР. В то же время Конституционный суд подчеркнул, что положения документа остаются в силе, так как некоторые гарантии и права, предусмотренные этим законом, переняты и действуют через другие принятые позже нормативные акты. По данным переписи населения 2014 года, 14% граждан Молдовы считают русский язык родным. Дамы и господа, мы продолжаем наши дебаты. Я попрошу вас прокомментировать изменения, о которых шла речь в репортаже, касаемо статуса русского языка. Господин Домбровянов. Я больше не понимаю, почему этого вопроса поднимает русский язык члены населения, почему не поднимают этого вопроса украинцы, потому что они больше, согласно переписи населения. Почему не поднимает этот вопрос Рома? Почему не поднимает этот вопрос, если переводить документы, то их надо переводить на всех языках, чтобы было екитабельно с точки зрения национальных меньшинств. Вот я этого не могу понять. Если они мне ответят на этот вопрос, мы сможем начинать дискуссию. А так я не могу вот это найти вопрос на... Господин Домбровянов, вы как юрист можете нам ответить на этот вопрос? Я попробую ответить таким образом. Наверное, правильно сказано было в репортаже, что закон как бы он отменен, исходя из того, что некоторые синтагмы из него действительно устарели. Другими законами, которые я уже процитировал, и Конституции, эти все-таки положения остаются в силе. Русский язык, наверное, был принят тогда в историческом контексте как язык, который понимают все меньшинства, которые живут здесь. Но также в том же законе о функционировании языков было сказано, что в местах компактного проживания этнических меньшинств информация должна дублироваться, например, как сказал господин Домбровянов, и на болгарском, на украинском, на романии, на тех языках, в тех местах компактного проживания тех народов, на каком языке они разговаривают, на гагузском либо на любом другом. Исторически сложилось так, что в силу советского прошлого все меньшинства национальные знают и общаются на русском языке. Поэтому существует в некоторых случаях необходимость сохранять особое применение такого языка. Но мы должны понимать, что, например, градские рекомендации ОБСЕ об доступе меньшинств к правосудию, которые были приняты в 2017 году, нам говорят о том, что нужно обеспечить доступ меньшинства, например, к правосудию на том языке, на котором он понимает. И если это русский язык, это русский язык, если это любой другой язык, государство взяло на себя обязательство обеспечивать перевод на любой язык из меньшинств, компактно проживающих. И еще необходимо учитывать тот факт, что это надо учитывать при административной реформе, например. У нас после административной реформы не всегда учитываются интересы меньшинств, компактно проживающих в той или иной зоне, которые после некоторых реформ должны, например, идти в суд намного дальше и там, где очень трудно обеспечить перевод, мы не можем сказать, что это не необходимость. Действительно, русский язык пока является тем языком, на котором общаются разные меньшинства этнические и старшее поколение, которое вышло из советского прошлого. Поэтому в правах человека существует подход к человеку. То есть, если это необходимо для нормальной жизни и для доступа к определенным услугам без дискриминации, тогда мы должны обеспечивать условия. У нас, к сожалению, осталось очень мало эфирного времени, поэтому я хочу подвести итоги сегодняшних дебатов, дискуссий. Все же, по вашему мнению, языковое многообразие это барьер в общении или лингвистическое разнообразие? Языковое многообразие это богатство. Это богатство тех людей, которые живут и умеют общаться между ними. А вот разъединение этих людей на каких-то принципах, каких-то вот этих политических интересах это преступление. Ради политических интересов. А многообразие надо по-научному подходить и использовать это многообразие. Это история, эти документы, это археология, это антропология, все, что вы хотите. Это должно объединять, а не разделять людей. Господин Маляк. Наверное, я могу припомнить нашего предка, можно сказать, Дмитрия Кантемир, который являлся ученым, являлся господарем, знал очень много языков, был ученым. И ему, по моему мнению, насколько я помню, принадлежит высказывание, что сколько языков ты знаешь, столько раз ты человек. Потому что язык, на котором ты говоришь, изменяет тебя все равно. То есть, если ты говоришь на русском, ты думаешь по-другому, если ты говоришь на английском, у тебя другой образ мысли. Поэтому очень важно знать все языки, очень важно действительно не играть политически на этом и понимать, что мы здесь все живем. И если мы здесь не сделаем для себя лучше, то никто за нас не придет и не сделает. То есть, вот это, это был бы мой месседж для молодых людей. Действительно, не забывайте свой родной язык и учите его. И старайтесь познать культуру своего соседа. Если это сосед болгарин, постарайтесь узнать его культуру. Если это любой другой сосед, это вас только обогатит. Я благодарю вас за участие в нашей программе. Мы будем ждать вновь вас в нашей студии. Дамы и господа, на этом все. Спасибо за ваше внимание. Оставайтесь с каналом Реджионал. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова